Пожар в оздоровительном комплексе «Бумеранг» на улице Советской Армии случился вечером 10 февраля. Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного в 20 часов 20 минут. «Бумеранг» расположен в жилом доме. Спортивно-развлекательный комплекс включал в себя сауну, тренажерный зал, бильярд, массажный салон. В момент происшествия в сауне отдыхали два друга, которые оказались отрезаны от выхода огнем. Загорелась парная, которая была на входе в саму сауну, и, соответственно, там выйти было невозможно. Они там что-то и тушить даже пытались, а вылезти через окна сами они не могли, потому что окна были решетками. И они начали там звать на помощь. В момент возгорания жильцы дома почувствовали в своих квартирах запах гари и выбежали на улицу. Увидев дым, они вызвали сотрудников пожарной охраны. Как сообщают жильцы, представители «Бумеранга» не только не пытались вызвать МЧС, но и старались скрыть пожар, закрывая двери заведения. Они закрывали дверь специально, чтобы дым не шел. Прикрывали, чтобы никто не видел. Мы все кричим, вы вызвали пожарных? И они говорят, нет, мы не вызывали. Это я собственными ушами слышал. Мы, жильцы, вызывали пожарный наряд. К моменту приезда пожарных стало понятно, что в загоревшемся помещении находятся люди. Местные жители также не остались равнодушными. Мой зять помогал вытаскивать двоих людей через окно, через решетку. То есть вместе с пожарным помогал взломать решетку и вытащить оттуда двух людей отдыхающих. Только мне интересно, почему люди, которые работающие там непосредственно в сауне, что происходит такая ситуация, не могли сразу вывести людей. Вопросов к сотрудникам «Бумеранга» возникло очень много. Перед нашей съемочной группой они захлопнули двери, не желая показывать, что сейчас происходит в помещении, и отказываясь от комментариев. Ой, ну это же общественное место. Местные жители рассказали нам, что последние три года после смены руководства «Бумеранга» сауна приобрела плохую славу. То есть они нас достают шумом. Здесь всю ночь до утра оргии, потому что дом тишина. А у нас как раз бассейн контактит с нашей стеной. И фитнес-то. Ну фитнес, ладно, они до девяти вечера. А вот бассейны, сауны всю ночь до утра. Там есть комната, вы пройдите, где бассейн. Бассейн и налево есть комната с кроватью шикарной. Вызывали милицию. Прокуратура сама приходила сюда к нам. Сотрудница, три года назад уволившаяся из «Бумеранга», рассказала, что раньше таких проблем в этом заведении не было. Был порядок. «Каждую неделю у нас была генеральная уборка. Очень тщательно. Убирали на совесть со всеми чистящими, моющими. Там у них и такой специальный щетка плитку мыть. Бассейны проверялись. Они вот эти и воду брали на пробу, и всегда эти таблетки там бросали». Нина Анатольевна отметила, что нареканий по пожарной безопасности в прошлом не возникало. Однако она замечала, что и раньше в «Бумеранге» были предпосылки для возникновения пожара. «Все зависело от посетителей. Некоторые напьются и даже курили в саунах. Я думаю, что только от этого и произойти могло». Пока сотрудникам МЧС только предстоит выяснить, из-за чего произошел пожар, который удалось ликвидировать через час после обращения в службу спасения. «В 21 час 30 минут пожар был ликвидирован. Огнем повреждено помещение на площади 30 квадратных метров. Причина пожара и ущерб устанавливаются. На пожар выезжали и принимали участие в тушении 21 человек личного состава государственной противопожарной службы и 7 пожарных автомобилей». Один из пострадавших, 23-летний рязанец, в данный момент находится в БСМП. По словам родственников, его состояние стабильное. Молодого человека обещали выписать в ближайшие дни. Анна Герцовская, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».